Столичный бюджет, социальная политика, нормативные акты. Это лишь часть тем, которые сегодня обсуждали на очередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Всего было 9 вопросов. Говорили депутаты и о предстоящих праздниках. Обратная связь с избирателями. Именно этот принцип позволяет депутатам городского собрания решать проблемы, озвученные жителями столицы. В юбилейный для столицы год депутатский корпус решал вопросы благоустройства, ремонта, реконструкции и модернизации дворов, общественных пространств, зданий. Реальных дел было немало. У нас обсуждение проходит довольно бурно, открыто. Комиссии работают активно. Обсуждение строится на буквально такой серьезной основе, аргументированной основе. Депутаты одобрили выплаты компенсации на социальные услуги. На это могут рассчитывать 67 человек, живущих в городских поселках. Касается компенсации выплаты социальных услуг, у нас получатели по отрасли образования таких 67. Еще раз депутаты вернулись нестационарным торговым объектом. Те, что не соответствуют нормативам по этапам, сносят. Сейчас в своей участии ждут шесть временных построек. Это лотки и киоски, где осуществляется розничная торговля. Четыре из них видоизменят, а две уберут повсе. В этом году наряду с юбилеем столицы городское собрание отмечает свое 25-летие. Почетные жители города Чебоксара. Естественно, все депутаты. Поэтому 19 декабря в 18 часов у нас состоится праздник. Мы вас всех ждем. Тех, кто внес значительный вклад в развитие города, наградили юбилейной медалью. Чубашский писатель Михаил Юхма отметил, что планирует выпустить книгу под названием «Ими гордится любимый город» и посвятить ее известным людям города. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.